Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И частенько я рассказываю о научно-популярной литературе, о познавательной литературе. Дело в том, что это крайне важно, чтобы утверждался авторитет науки. Чтобы то, что не просто полезно, да, вся наша стивилизация, детище наук и её развитие, а то, что интересно, становилось достоянием людей, не являющихся специалистами в той или иной области. Вот я гуманитарий, мне крайне тяжело читать о технических подробностях, деталях, естественно, научных дисциплин. Кому-то наоборот. Но это очень сильно расширяет рамки восприятия и очень сильно корректирует картину мира. Ну и как водится, мы надеемся, что ты наделаешь меньше глупостей, если прочтёшь эти книги. Так вот, Адам Кучарский пишет на довольно невесёлую тему, крайне важную для всего человечества в начале 21 века. Да, вот так масштабно. Законы эпидемий и подзаголовок. Но, пожалуйста, не пугайтесь, что называется. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды. Ну вот, как только вы дошли до трендов, да, то вы положили книгу уже назад на привавок. А зря. Пожалуйста, загляните внутрь. Ну да, конечно, подзаголовочек немножечко гламурный. Потому что вот эти вот модные тренды, которые охватывают бренды, да, и вот это вот всё-таки финансовые кризисы, которые по таинственным законам развиваются как эпидемии. И вот это всё вот мы научим вас развивать, вот своё предвидение, да. И в следующий раз, когда государство произведёт финансовую реформу, она не застанет вас в распор. Ага, сейчас. Эта книга о другом. Эта книга действительно опирается на методы, которые позволяют выявить сходство в развитии всех подобных явлений, да. То, о чём писал Конуэй. Я, конечно, сам не читал его математических работ. Я, конечно, Мартина Гарднера об этом читал. Значит, все эти явления, они распространяются и существуют по определённым законам. Да, мат-статистика, да, математическая статистика, да, социология, да, различные вещи, которые довольно далеки от широкой публики. Но если показать, как наука пришла к современным выводам, то это не имеет ни малейшего отношения на вот этих вот спекуляциях, да, я научу вас, как жить, да, а составляет настоящую суть великолепной книги Кучарски. Мне она очень понравилась. Это не значит, что весь материал был для меня абсолютно новым. У книги в конце обширнейшая библиография. И научная, и, скажем так, познавательная, англоязычная. Но многое уже переведено на русский язык. Вы, может быть, эти книги, как и я, видели, держали в руках. Вот. Остальное, конечно, для меня недоступно. Я не настолько хорош в английском, чтобы читать специальную литературу с лёгкостью. Кучарски очень ловко обобщает. Он работает с фактами профессионально. Он делает не просто какие-то такие вот широкие выводы, что называется, а показывает на эпизодах из истории науки, как двигалась человеческая мысль, как развивались, как строились гипотезы, как рушились гипотезы. Не просто вместе с авторитетом тех или иных учёных, а вместе с их жизнями. Потому что человек, занимаясь чем-то, ну, в конце концов, отсутствие результата тоже результат. Это всего лишь шутливая максима, которую приняли на вооружение физики, или там, я уж не помню, откуда она пошла, когда серия экспериментов, очередная там длительностью, масштабом, там, ну, представляете себе, какие они бывают, эта серия экспериментов закончилась ничем. Вот. Отсутствие результата тоже результат, но это не важно. В истории науки нужны именно другие результативные гипотезы, которые подтверждаются экспериментально и дают нам конкретно те блага, которые, ну, вот, нас окружают сейчас. Свет, звук, да, тепло, здоровье, благополучие, да, у среднего зрителя, я надеюсь, всё в порядке. И вот, в начале 21-го столетия нам остро понадобилось вспомнить всё, что касается эпидемиологии, всё, что касается заразных явлений в обществе, в связи с нашими печальными сегодняшними обстоятельствами. Чума пришла в наш дом, и она никого не спрашивает, ждали мы её или нет. Кучарский рассказывает о разном. Он рассказывает и о компьютерных вирусах, которые распространялись и тоже стали большой новостью для всех технологов и всех производственников на земном шаре, да, потому что, ну, кто же мог знать, что это будет настолько плохо. Знаете, когда у вас большой аэропорт, или, не дай бог, конечно, больница останавливает свою деятельность из-за обрушения компьютерной сети, да, вы уже немножечко по-другому будете относиться к этим компьютерным шалостям, вот. И дело не в том, что это преступление, дело в том, что это аморально, как выяснилось. Хотя изначально это была игра такая. Кто круче, да, кто сможет взломать систему безопасности, там, такой-то организации государственной, а кто сякой-то, да, без коммерческой выгоды. Кто смотрел фильм «Хакеры», тот понимает, о чём я. Это последний привет тотальной свободы, свободы среди равных, да, когда каждый сам себе такой воин в прериях, да, и, значит, каждый показывает свою молодецкую удаль, вот, взламывая очередную защиту. А в итоге всё это кончилось, разумеется, финансовым мошенничеством, значит, финансовыми преступлениями, да, и огромным количеством обманутых людей. Вирусы опасны, компьютерные в том числе, но дело не в этом. Дело в том, что Кучарский рассказывает нам о том, как наука постепенно училась бороться с этими явлениями. Ну, пара эпизодов я вам намечу, чтобы вы понимали. Допустим, возьмём малярию. Она уносит жизнью по-прежнему больше, чем некоторые другие широкоизвестные заболевания, да, больше, чем войны и больше, чем катастрофы. Малярия – страшная вещь, разносится комарами. Долгое время не могли правильно связать источник болезни, методы лечения. Потому что как только кому-то приходила в голову мысль ограничить количество открытых водоёмов, ну, везде же стояли эти бочки с водой там, везде же стояли эти корыта для того, чтобы скот пил, везде были лужи, за которыми никто не следил. Кому в голову придёт засыпать лужу? Где-нибудь в Центральной Африке, например, да? Ну, как бы это порядки вещей было. В городской черте находились пруды, значит, болотца. Мало того, что всё это сборище довольно плохо влияло на санитарию, да, но это и являлось рассадником малярийных комаров. Вот рассказывается история учёного, который впрямую вывел корреляцию между количеством этих самых открытых водоёмов, да, которые служат рассадниками малярийных комаров, и между, значит, количеством смертей от малярии. И когда ему совершенно резонно возражали, ну, вы не можете всех комаров уничтожить? Да, не можем. Но как только какая-то величина падает мимо порогового значения, да, мимо минимального значения, да, распространение болезни прекращается, и количество случаев смертельных сводится к минимуму. Вот так это работает. Или возьмём холеру. В Лондоне холера свирепствовала. Она унесла огромное количество жизней. Начнём с Чайковского, не знаю, кем закончим. От холера умерло такое количество людей. Никто не знал, как спастись от этой кары божьей. Потому что, опять же, была теория миазмов, да, то есть теория злокачественных запахов, значит, или переносящиеся по воздуху заразы. Береглись как могли, жгли костры, окуривали всякой серой там, всяким мышьяком там, что только не делали. Вот, ничего не помогало. И, наконец, один лондонский врач пододумался проследить, возле чего живут люди, которые дохнут. Вот возле чего? Возле церквей, ну, допустим, да, стали исследовать, не требуется ли перезахоронение покойных, да, не требуется ли вот эти вот меры санитарные, да, возле трактиров, да, что там готовят, что едят, откуда туда привозят мясо для блюд, да, значит, как варят пиво, что, значит, где берут, как готовят напитки, да, в чём подают на стол. Так, стоп, вернулись на шаг назад, напитки. Так, а откуда берут воду? И тут выяснилось, что если нанести на карту сеть колодцев, то у тебя будет совершенно чёткое, стопроцентное попадание в очаги распространения малярии, холеры, да. Холерный вибрион живёт в некипячённой воде. Воду кипятили далеко не все, а те даже, кто и кипятили её, они, разумеется, абсолютно не кипячённой водой мыли, там, овощи, допустим, да, ополаскивали посуду, и эта вода оставалась в посуде, как вы понимаете, на донышке. Трактиров такое дело. Это была болезнь, которая не выбирала. Она косила и богатых, и бедных, и тех, кто мог себе позволить там трижды кипятить воду и есть из золотой посуды, и тех, кто питался объедками на улице. Но карта колодцев быстро поставила всё на своё место. И что бы вы думали, конечно, мы тоже не поверили, как и в первом случае. Ему, этому учёному, пришлось долго отстаивать свою точку зрения. И когда, наконец, здравый смысл победил, и гипотезу признали действенной, да, холера пошла на убыль, и мы забыли в том, что такое, что представлял собой этот ужас, поскольку смертность была зашкаливающая абсолютно. И так было всегда. Рассказывая об этих эпизодах, я что хочу вам донести? Об этом очень интересно читать, потому что это настоящий подвиг, во-первых. Во-вторых, это отнюдь не всегда кончалось с триумфом и удачей. Погуглите, посмотрите, кто обязан, значит, резким снижением женской смертности в природах. И что стало с этим человеком? Прелестная история. Человечество, в общем, не очень ценит заслуги тех, кто двигает науку вперёд. А зря. Было бы больше таких людей, жили бы мы дольше и гораздо более счастливо. И вот Адам Кучарский как раз об этих законах эпидемии нам рассказывает. Книга великолепна с нескольких точек зрения. Она освещает историю науки, она рассказывает о том, как это происходит сейчас, в наши дни. И она намечает перспективы сходства. Но без этих вот широковещательных, таких многообещающих выводов, которые сейчас нам все теории объединят, и мы будем с вами и финансово благополучно, и модно, и так далее. Вот. Ну, а обложка символизирует генетические вещи. Посмотрите на этих прекрасных собак, да, и на распределение пятен на их теле. В любом случае, когда-нибудь наука откроет секреты, связывающие все эти явления. Но уже сейчас нам понятно, что с некоторыми бороться и покорять их можно совершенно одинаково. Это касается финансов, это касается эпидемий биологических, вирусных, бактериальных, каких угодно, и это касается других видов деятельности. А то, друзья мои, в очередной раз приплывает к нам черный лебедь, а мы не ждали. Вот чтобы этого не было. Спасибо за внимание.